Многие из нас слышали о депортации карачаевцев, балкарцев, чеченцев, ингушей, турок, курдов. Если смотреть на кавказские народы в разрезе религиозной принадлежности, то видна четкая тенденция, советская власть зачищала Кавказ от мусульманских народов. Апогеем этой чистки ожидалась депортация самого большого народа Кавказа – азербайджанцев. Насильственное переселение азербайджанцев из Кавказа находилось в разработке, но осуществить его советская власть тотально так и не решилось. Одно дело переселять народы численностью от 50 до 400 тысяч, другое взяться переселить народ превышающий 2 миллиона человек, что чревато не только большими затратами, но и большим национальным восстанием. Но частями азербайджанцев под видом раскулачивания и борьбы с контрреволюцией все-таки депортировали в Казахстан с 30-х годов. Если открыть перепись населения Казахстана 1926 года, то мы увидим, что азербайджанцев в Казахстане практически нет. В следующую перепись 1939 года азербайджанцев вдруг внезапно в Казахстане оказывается почти 13 тысяч человек. Простая сухая статистика, но какими методами они здесь появились, никто не подозревает. Перед вами авторское свидетельство на изобретение устройства папилосфинктеротомии Казахского научно-исследовательского института клинической хирургии. Одним из авторов которого является доктор медицинских наук Казахской ССР Мамедов Маграм Али Мубатович. Судьбу семьи Мамедовых поведал нам один из подписчиков Али Дасту из Азербайджана. Казахский народ – великий народ. Помню отец друга доктор Мамедов рассказывал, что его деда расстреляли в 1937 году, его отцу было 6 лет, его вместе с четырьмя братьями выслали на поезде из Азербайджана в степь Казахстана. Поезд остановился посреди степи, высадил около тысячи азербайджанских детей-сирот без единого взрослого и уехал. Там не было ничего, ни станций, ни воды, пустыри – все. Так вот, обычные казахи каждый день сами прочесывали эти железнодорожные пути, через несколько часов они их нашли и на своих телегах забрали этих детей в свои аулы. Отца доктора Мамедова вместе с четырьмя братьями забрала пара, у которых было шесть малых своих детей. Они там остались, жили в юрте, 11 детей делили хлеб, учились. Все получили высшее образование. Отец доктора Мамедова также получил высшее образование, начал работать, женился, у него было восемь детей и все потом получили высшее образование, создали семьи. Доктор Мамедов Маграм Али Мубатович стал видным врачом, профессором, ученым, академиком Казахстана и России, профессором Азербайджанского медицинского университета. Его аспиранты стали кандидатами, докторами медицинских наук. Преклоняюсь перед великим казахским народом. Вечная память тем простым людям степи, которые смогли поделиться теплом своего очага и воспитать и дать образование сиротам жертв красного террора из всех уголков страны под названием СССР. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова